Всем привет, вы на канале Насу, здесь в Америке. My life is my life. Сегодня у нас распаковочный влог. Вечером? Нет. Большую или маленькую? Какую ты хочешь? Большую. Большая моя. Это нормально. Да что ты говоришь-то? Что спрашиваешь? Ну, я, в принципе, наверное, знаю, что там. Ну, огромное число. Может, тебя там не вылетит до неправильного звука. Я, в принципе, нормально догадывалась. Да. Я догадывалась, я их направила. Ну, я в шоке, что она пришла в такой огромной коробке. Ну, почему огромная? Папаун. Какую ее должны были положиться? Папаун. Краску тоже в такую присылают. Ну, рассказывай. Это средство, состоящее из трех этапов по уходу за кожей, которое имеет проблемы с кожей, ну, с актами, короче, с прыщами. Проверено на себе, проверено на подружке, на племяннице. Очень хорошее, нам очень нравится. И у нас сейчас в доме появились дети-подростки, ну, они как бы и были, но они и растут, и вот мы поняли, что хотим пробовать уже и детям такое. И у меня закончилось. Я своим пользуюсь не каждый день, где-то, ну, я не знаю, раз в месяц там какие-то контрольные, скажем таки, пару промывок и протерок. Вот. И когда у детей начались немножко там-сям появляться... Короче, получается, у нас у детей начался переходный возраст, наверное, да? Да. И пока это больше, скажем, затронуло Антошу, и вот я решила, что Антоша тоже попробует ухаживать за этим средством, потому что оно мне нравится, оно хорошее. А вообще, я хочу сходить на консультацию к нашему врачу-педиатру, спросить. Ну, пока мы не можем сходить, потому что карантин. Ну, как мы можем сходить? Можно сделать с ней... Позвонить и сделать обойтмент, но мы не хотим особо детей никуда оттягать, тем более в больницу, в такие места, скажем. Не особо чистые. Поэтому, вот, мы купили. Короче, на Амазоне оно стоит 16 долларов 17 центов. Вот. А в Волмарте, так, для справочки, не помнишь? Не, не помню. Просто интересно. Но штамп как-то тоже совсем других денег стоит, по-моему. Сейчас я напишу. Акне, да? Угу, Акне 3. В общем, я в своё время... Ты тоже выберешь фейс, только здесь будет уберить. Я в своё время тоже имел проблему с такими штуками, но у меня было... Фейс остается? Нет, просто Акне 3 напиши. Акне 3? Вот это? Да. И сколько? 29,39. 29,39. А на Амазоне, я сказал? 16. 16. Но, тем не менее, в Волмарте это одна из самых дешёвых центов. И когда в своё время я себе искала, я искала совета, скажем, на американских сайтах, на отзывах, кто чем пользуется, кому помогло чем. Вот. И это, скажем, номер один считается. Что здесь хорошо? Здесь, короче, первый просто как, ну, умывалка для лица, а второй это тонер, да? Он убирает пятна, которые вот остаются после, ну, вот, бывают же, когда глубокие какие-то болечки, от них остаются пятна. Так вот, у меня были некоторые такие, скажем, пятнички на лице, которые очень такие застарелые были и давно, и они не уходили через время. Но этот тонер выровнял кожу и крас. Мне нравится. Я очень довольна этим набором. А третье завершающее, это такая, как бы, намазочка, она на гель похожа. Наносишь и всё. Ну, минут 20 точно ничего не нужно делать. А потом некоторые советуют увлажняющий крем наверх наносить, но я не наносила. Но очень нужно аккуратно, потому что она очень сильно сушит кожу, вот это вот всё. И что я хотела сказать? А, когда я первый раз только начала пользоваться, я так прям всё делала, как там по инструкции, два раза в день всё это делала. И, в общем, за неделю я спалила себе подбородок настолько, что с него прям вот можно было снимать кожу. Поэтому потом я перешла на один раз в день пользоваться. Но если кому нужно, если у кого проблемы, если вот прям рекомендую и отвечаю за качество. Отвечай. Ну, во всяком случае, а может так для каждой тоже по-разному? Ну, видишь, ты испытала на себе, испытала на подружке и на племяннице. Поэтому, ну, в общем, ну... Что тебе? Хорошая вещь. Хорошая вещь. Давай смотреть что-то. Давай смотреть старую коробку. Там что-то интересное? Не знаю, наверное, что-то интересное. Блин, что, если там ничего интересного нет, я больше не буду участвовать в таких каких-то неинтересных... Так, а почему ты открываешь? Ну, ну, я тебе помогала. Распаковки должны быть интересные для всех, для девочек. Опа! Осторожно, не поднешься. Ну, точно, походу, неинтересно. Так, вот ты вот это вот распакуй. А, красный. Ну, мы можем только рассказать. Не знаю, первый раз мы показали. А я распакую это. Вот такой маленький генчик, он называется Терминатор 10. Терминатор. Он, если тот это полностью за лицом ухаживает, то вот этот, как бы, точечный, его нужно наносить, я почитала, именно на воспаленную болечку. Он тоже так, на филит Терминатор. И якобы очень быстро, да, должно быть... Это же фирма, она должна очень быстро сниматься. Ну, вы знаете, это очень похоже... Я когда-то в свое время видела Кверосилу, какой-то там, как карандашик. Его тоже не на все же в лицо намазываешь, а только вот конкретно на болечку. Ну, в общем, попробуем. Про это ничего не могу сказать. Мы первый раз это заказали. Проведем испытание. Расскажем. А я открою, посмотрю, как он выглядит. Короче, на Амазоне он стоит 5 долларов, 4,97, а в Волмарте 2 раза дороже. Ну, короче, это обычный тюбик. А он не будет пахнуть, потому что он закрыт. Ну, открывай. Ну, ты смогу открыть. Я ногти. Давай я тоже пусть открыл. Ну, он лекарством пахнет. Каким-то... Я не могу сказать, что он похож по запаху на тош, что-то вот, ну, из той серии. Но он пахнет каким-то вот лекарством. Короче, чем-то пахнет. Ну, давай. Что там? Так, переходим к более интересной части распаковки. Женские игрушки закончились. Теперь начинаются... Это какие-то странные были женские игрушки. И мне не нравятся. Это очень другие. Настоящие мальчуковые вещи. Короче, это вещь, которая надо всем, кто любит записывать видео. Неважно куда, для Ютуба, для себя. Это вот такая вот модная 10-дюймовая LED-подсветка. В которую прямо можно вставить телефон, в который будет меняться тональность цвета. Так, сейчас мы ее посмотрим. Так, значит, у нас есть держалка для телефона. С двумя отверстиями такая, как автомобильная. Так. Ну и, короче, всякие рычажочки для закрепления данного девайса. Для сбора девайса в кучу. Блин, такое все тяжеленькое. Да. Так, только я вот не вижу тех ног, которые... Почему-то... Может, вот эти? Нет? Подожди, они... Да, я покупаю. Нет. Они не разбираются. Я просто снял колпачок. Тут ничего не вытягивается. Так она маленькая пока это совсем. Короче, типа подставка. Но подставка была заявлена якобы на метр шестьдесят. И мы тут больше пока ничего не видим. Ну давай, смотри, что-то посмотри. Лампочка. А ножки эти какие-то такие хлипенькие, да? Хлипенькие ножки. Мне не нравится, что они не фиксируются, когда двигаются. Ну, в общем, ты знаешь, сейчас какое-то оно такое барахло-барахло, честно говоря. Не, ну такое крепенькое, но какое-то... Вот этим болтом оно, наверное, подожмется. Да. Нам надо в USB какой-то вставить. Какой у нас есть ты? Это PowerBand. А, нет, 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 он будет работать. Он будет работать? Должен работать. Ага, спасибо. Давай попробуем на винте что-нибудь на что-нибудь. Давай посмотрим, как оно будет выглядеть. Давай. Ты уже включила? Да. Включай. А, PowerBand нажми, чтобы он за... Так, вот у меня заработало. Здесь, короче, есть вот такой пультик. Он с подсветочкой. Управление, да. Да. Так, плюс-минус, включить. Упс. О, у меня в планшете отражается, я могу видеть, что я показываю. Так, короче, вот горит я вижу. Слушай, это по идее в лицо будет светить, да? По идее будет эта же подсветка, да, чтобы на лице был ровный свет. Мне кажется, это не удобно. Выключили теплый, выключили холодный. Так, сейчас будем делать плюс-минус ярче. Вот, тут смотри. Ну, так-так, мы все увидим. Не в камере, а в телефоне отражается. И можно увеличивать. Но надо щелкать. Просто держать не проканывает. Все ущелкало. Зай, ну, честно сказать, я не представляю, чтобы мне было комфортно, чтобы вот так вот в лицо светило. А если я тебе вот таким буду светить? Ну, все равно это очень ярко. Да? Ну, в общем, оно далеко будет стоять? Неужели тебе оно издалека не мешает? А как мое лицо? Смотри, вот так. Вообще красиво. Еще лучше. Короче, вот такая вот игрушка для тех, кто любит записывать видосы. Что вот это вот за голова? Надо. Надо, да? Так, вот это я вижу вот сюда закрепится. Ну, это, наверное, с этим надо скрутить. Типа вставляется вот так вот. Нет. Да? Нет, нет, это ты зря туда. А, ну это можно, если... Сломаю еще возьму. Это, знаешь, что это может быть, если без света. Вот сюда эту подставку надо накрутить. А, это ключ. Вот так. И будет хорошо. Я тебе отвечаю. Нет, вот куда это крутить. Смотри. Не сломать. Так? Да, это сюда. А, это зачем сюда? Ну, это сломать. Чтобы наклонять? Наверное. Не смотри на свет. Не смотри. Ну, короче, мы потренируемся, приблизиться на это выглядит вот так. Блин, мне как-то неудобно с проводом. Да. Вот такая вот, не сильно зажатая подставка. Но нам это не интересно. Нам нужна нормальная тренога. Мы будем разбираться с этим заказом. Вот. Что это такое и с чем его идти. А мне, в принципе, кажется, что ее нужно вернуть, потому что это очень неприятно, когда в лицо такое свет. Нет, ну я смогу записывать, если без тебя, то мне будет хорошо. Все записывать, теперь все без меня. Чтоб тебе было хорошо. Да, вот такой вот непонятный опыт, короче. Будем с этим заказом разбираться. А мне вообще не понравилось. Ну, конечно, это же не краска для волос. Ну, я имею в виду, мне сама эта штука не понравилась абсолютно, потому что она очень яркая. Это очень неприятно, когда в глаза и в лицо. Тогда же сталь не расстает. Я отказываюсь от него сейчас. Ну, значит, все так все. Не забывайте подписаться на наш канал. Поставьте колокольчик, включите, чтобы не пропустить новое видео. И вы были. Субтитры сделал DimaTorzok Не лайк, не твой лайк. И увидимся в новом видео. Пока-пока. Бай-бай. Субтитры сделал DimaTorzok